Привет, друзья! Делаем очередной подарок ко дню рождения из воздушных шаров. Для работы нам понадобится подарочный пакет, разноцветные воздушные шарики, размер 260, насос для воздушных шаров и ножницы. Так, друзья, сделаем цветок. Наполним шарик воздухом. Оставим хвостик примерно на 4 пальца. Немножко спустим воздух и завяжем шарик. Друзья, все полезные ссылки в описании. Как завязать шарик без нитки, как сделать калибратор. Так, разомнем его и приступаем к изготовлению лепестков. Итак, примерно на 4 пальца длиной делаем элемент Bubble Twist. Скрутим шарик раз. Придерживаем левой рукой элемент. Далее делаем такой же элемент. Скрутим шарик два. И продолжаем. Три. Когда мы скручиваем шарик, воздух равномерно распределяется. И следующий элемент может оказаться толще. Для этого рукой надо аккуратно нажать на шарик. И воздух уйдет ближе к хвостику. И еще они так не будут лопаться, если это делать. Итак, четвертый элемент. Всего необходимо сделать 10 элементов Bubble Twist. Продолжаем. Итак, 4. Делаем пятый. И последний, десятый. Вот так. Итак, 10 элементов Bubble Twist готовы. Левой рукой придерживаем хвостики. И нам необходимо, очень аккуратно, сделав маленький надрез, спустить воздух. Так. И связать концы между собой. Скрутим шарик. Свяжем. Раз. И второй раз. Вот так. Излишки срежем. Теперь делаем следующее. Складываем два соседних элемента. И перекручиваем. Далее. Складываем два соседних элемента. И перекручиваем. Так. Складываем. И еще раз. И у нас получится цветок из пяти лепестков. Аккуратненько складываем. И скручиваем. Теперь шарики расправим. Вот. Ну вот, друзья, у нас готовы цветы. Теперь сделаем стебель и серединку. Разрежем зеленый шарик пополам. Из одного шарика у нас получится два стебелька. Наполним шарик воздухом. Оставим совсем маленький хвостик. Завяжем шарик. И сделаем элемент пинч-твист. И это и будет серединка. Скрутим шарик раз. Складываем шарик. Двумя пальцами оттягиваем. И перекручиваем. Хвостик завяжем. Вот так. Готово. Теперь прикрепим цветок. Вот. Получилось очень красиво. Ну вот, друзья, цветы полностью готовы. Теперь поставим их в пакет. Пакет. Давайте. Спасибо. Me. Пакет. Поехали. 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 Привет, друзья! Сегодня из воздушных шариков будем делать корзину с розами. Начнем! Для работы нам понадобится 3 длинных шарика ШДМ желтого цвета. Они нам пригодятся для изготовления корзины. Длинные шарики ШДМ, опять же, размер 260 для изготовления цветов. На каждую розу из 6 лепестков у нас идет по 3 шарика. Далее 3 зеленых шарика. Это на стебли. Насос для воздушных шаров и ножницы. Начнем с изготовления корзины. Нам необходимо наполнить воздухом желтые шарики. Мы сделали 4 качка. У нас образовался хвостик примерно на 6-7 пальцев. Немножко спустим воздух. И завяжем хвостик. Вот так. Друзья, в описании плейлист цветы и букеты из воздушных шаров. Добро пожаловать! Там очень много мастер-классов по изготовлению цветов и букетов из воздушных шаров. Ссылки в описании. Итак, шарики разомнем и приступим к изготовлению корзины. Итак, на каждом шарике делаем элемент пинч-твист. Скрутим шарик раз, складываем шарик, левой рукой придерживаем хвостик и перекручиваем еще раз. Вот что у нас получится. Далее делаем такой же элемент на втором шарике. Складываем, пальцами правой руки оттягиваем сегмент. И приступаем к изготовлению корзины. В самой нижней части скрутим шарик. Вот. Примерно будет на 6 пальцев нижний слой. Далее прикрепим второй шарик. Элементы пинч-твиста обовьем вокруг места скручивания. Далее второй шарик располагаем следующим образом и скручиваем еще раз. То есть эти отрезки у нас равны. И осталось закрепить в этом месте. Вот так. Это у нас дно корзины. Лицевая сторона, изнаночная. И плетем дальше. Что мы делаем? Делаем элемент bubble twist. Скрутим шарик раз. Левой рукой придерживайте. Такой же элемент bubble twist делаем с другой стороны. Так. И делаем второй ряд. Он у нас будет несколько длиннее, чем вот этот первый. Потому что корзина расширяется. Итак, скрутим шарик раз. И закрепим обовьем все. Делаем еще один такой элемент bubble twist. Такой же длины, как и предыдущий. Скрутим шарик раз. Теперь складываем и перекручиваем. То есть нам надо поменять местами вот эти длинные сегменты. Вот так. Второй ярус готов. Далее продолжаем таким же образом. Немножко воздух нажатием правой рукой на шарик распределим к кончику. И делаем такой же элемент. Скрутим шарик раз. Придерживаем. С другой стороны скрутим два. Сейчас еще раз чуть-чуть. Вот так. И делаем следующий элемент. Он у нас еще длиннее. Скрутим шарик. И закрепим обовьем. Вот таким образом. Второй шарик отводим назад. И делаем по длине такой же элемент. Вот. Скрутим шарик. Теперь совмещаем эти сегменты. И нам надо поменять их местами. То есть мы заводим сюда шарик и меняем местами. Вот так. Итак, у нас готовы три яруса. Теперь делаем последний. Скрутим шарик раз. Определяем длину последнего яруса. Скрутим шарик. Здесь у нас тоже элемент Бабу Твист. Вот так. И закрепим. Оп. Все. Это оставляем пока так. Делаем такой же длины наверху. Скрутим шарик. Складываем. И меняем местами сегменты. Вот. Что у нас получится в результате. Так. С одной стороны. И с другой. Теперь нам надо закончить работу. Сделаем с одной и с второй стороны два элемента пинч твист. Скрутим шарик. Раз. Можно хвостик просто спрятать. Он не раскрутится. Можно завязать, чтобы было надежнее. Вот. И таким же образом с другой стороны. Здесь у нас чуть больше воздуха, чем необходимо. Поэтому скрутим шарик. Как раз. Складываем. То есть мы делаем элемент пинч твист. Пальцами правой руки отводим. И перекручиваем. Далее нам необходимо спустить воздух. И таким же образом обвить. И спрятать хвостик. Вот. Основная часть корзины. Готово. Расправим шарики. И сделаем ручку. Наполним шарик воздухом. Сделаем его достаточно длинным. Ну вот, например, мы делаем шесть качков. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Немножко спустим воздух. Завяжем хвостик. Как всегда, все полезные ссылки в описании. Так. Ручка готова. Теперь ее необходимо прикрепить. Обобьем хвостики вокруг элементов. Пинч-твист. Хвостик спрячем. Так. Замечательно. Очень красиво. И этот хвостик тоже обобьем. И как и предыдущий, спрячем внутрь корзиночки. Вот. Так. Готово. И корзина, и ручка. Теперь сделаем цветы. Из красных шариков сделаем розу. Для изготовления розы из шести лепестков нам необходимо три шарика. Обязательно, как обычно, оставляем хвостик на шесть пальцев. И распределяем воздух, чтобы шарик был мягким и не так лопался. Итак. Указательным пальцем правой руки проталкиваем хвостик. Пальцами левой руки захватываем его. Вот. И перекручиваем. То есть мы начинаем с середины розы изготовления. У нас получится такая штучка. Аккуратненько придерживаем левой рукой. И делаем следующее. Скрутим шарик раз. Получится элемент бабл твист. Скрутим шарик второй раз. Два элемента бабл твист. Теперь делаем петлю. Петля должна быть такого размера, чтобы в дальнейшем в нее прошла вот эта серединка. То есть мы определили размер. Делаем элемент луп твист. Скрутим шарик раз. Скрутим петлю. Так. Еще раз посмотрим, что получилось. Теперь делаем второй такой элемент. Скрутим шарик раз. И под этими двумя элементами скрутим еще раз. Вот так. Придерживаем правой рукой. Вот таким образом. И вставляем серединку в петлю. Аккуратненько. Пальцами левой руки проталкиваем ее. И выдавливаем на другую сторону. Вот так. Вот. И у нас получится серединка розы. Как завернутые лепестки. Вот. И так делаем большие лепестки. Как мы уже сказали, у нас их будет 6 штук. Скрутим петельку одну раз. То есть вот так. Определяем размер. Скручиваем раз. Скручиваем два. Далее вторую такого же размера делаем. Нам надо здесь определить размер. Вот. Как раз хорошо получается. Сразу привяжем следующий шарик. Хвостики свяжем между собой. Раз. Два. Так. И делаем вторую петлю. Скрутим шарик. Раз. Далее делаем третью петлю. Следите за тем, чтобы петли были одинакового размера. Сначала определим размер. Вот так. Теперь скрутим шарик. И перекрутим. Еще раз. Вот. Еще три таких петли нам необходимо сделать. Делаем четвертую. Скрутим шарик. Раз. Воздуха у нас на пятую петлю не хватает, как вы видите. Поэтому готовим третий шарик. Здесь спускаем воздух. Сразу можно излишек срезать, чтобы он им не мешал. Вот так. И. За хвостики. Привяжем. Третий шарик. Вот так. И делаем четвертую петлю. Ориентируясь на размер предыдущих лепестков. Точнее, это пятая петля, да? Пятая. Вот так. Скручиваем. И шестая. Определяем размер. Скрутим шарик. Раз. Раз. Скрутим шарик. Второй раз. Спустим воздух. И завяжем узел. Все. Лепестки готовы. Излишек срежем. Расправим их. Итак, вот, друзья, что у нас получилось. Шесть лепестков. И с другой стороны серединка. Итак, теперь нам надо эти лепестки свернуть определенным образом. Чтобы получилась роза. Делаем. Берем два соседних лепестка. Первый и второй. Нам необходимо левую часть, левую сторону второго лепестка протянуть в центр первого лепестка. Вот так. А, соответственно, правую часть первого лепестка выдвинуть вот таким образом вперед. Сюда. Вот. Что у нас получится. Далее. Третий лепесток разворачиваем его. И нам необходимо вот в это отверстие протянуть левую сторону третьего лепестка. Итак, аккуратно раздвигаем и проталкиваем. Захватываем с той стороны пальчиками и выводим. Вот таким образом. Вот. Теперь развернем серединку, чтобы было удобно дальше. И таким образом действуем дальше. Образовалось у нас отверстие. Вот. Разворачиваем лепесток и в отверстие проталкиваем левую сторону следующего лепестка. Вот так. А вот эту часть выводим вперед. Сейчас посмотрим, что с другой стороны получилось. Ну, вот здесь хорошо видно. Сейчас мы эти лепестки отправим туда. Вот. Вот у нас выдвинута часть. Вот. Дальше следующая часть. И сейчас сюда зайдет вот эта петля. Петля. Так. Готовим. И вот сюда ее. Оп. Помогаем пальцами левой руки подтянуть ее. И выдвинуть. Сначала кажется сложно. Мы тоже долго не могли разобраться. Но потом, когда понимаешь принцип, очень легко получается. И последний, шестой лепесток выдвигаем. Вот как раз у нас хорошо видно это отверстие. Проталкиваем туда левую часть лепестка. Левую сторону, точнее. Вот. И вот у нас что получится. Далее осталось то же самое сделать с первым лепестком. Вот так. Вот. Конечно, тут надо наловчиться, потренироваться. У нас сначала сразу очень лопались шарики, когда мы только учились. Ну, потом, как обычно, все будет хорошо. Так. Теперь расправим. Вот у нас получились наши шесть лепестков. Расправим шарики. И практически роза готова. Очень красиво получилось. Значит, мы сделаем еще две таких розы. И они у нас будут на стебельках. Стебли сделаем из зеленого шарика шедем. Еще серединку надо расположить горизонтально. Чтобы она красиво смотрелась. Вот. Наша роза готова. Вот так смотрится с другой стороны. Следите за тем, чтобы лепестки были одинакового размера. Тогда она будет красивая и пропорциональная. Значит, сюда нам необходимо прикрепить стебелек. Наполним шарик воздухом. Можно, кстати, в качестве экономии разделить этот шарик на две части. Сделать маленькие стебельки. Привязать розу. Мы сейчас попробуем сделать из целого шарика. Посмотрим, сколько уйдет. Так. Наполним наполовину шарик воздухом. Завяжем хвостик. Привяжем к розе. Вот так. И нам необходимо, чтобы роза смотрела на нас. Да? Для этого мы сделаем элемент пинч-квист. Скрутим шарик раз. И еще раз перекрутим. И роза будет смотреть в нашу сторону. Теперь определим размер. Это будет невысокий стебель. Спустим воздух. Излишек срежем. Завяжем хвостик. И розочку поставим в корзину. Вот. Сделаем еще три таких, две таких розы. Поставим одну выше. Одну чуть ниже. Будет очень красиво. Привет, друзья! Сегодня из воздушных шариков сделаем красивую цветочную композицию. Для работы нам понадобятся разноцветные длинные шарики ШДМ. Их размер 260. Розовые, фуксия, желтые, сиреневые, зеленые, голубой. Десяти или двенадцати дюймовый круглый шарик. Это будет горшок. Насос для воздушных шаров ножницы. Грузик. Его мы спрячем в шарик. И утяжелим нашу композицию, чтобы горшочек не падал. Но пока мы его отложим в сторону. Готовление композиции начнем с горшка. Нам понадобится кусочек длинного шарика ШДМ. Для того, чтобы сделать завязки. Наполним воздухом шарик круглый. И завяжем шарик близко к хвостику. Готово. Теперь указателем пальцем правой руки протолкнем хвостик на противоположную сторону. Пальцами левой руки захватим хвостик. И перекрутим. Вот так. Теперь остатком длинного шарика ШДМ нам необходимо зафиксировать узелок. Завяжем один узел. Раз. И второй обязательно, чтобы не развязался. Два. Готово. Горшок. Готов. За кончики зеленых шариков мы будем привязывать цветы. Отложим пока этот шарик в сторону и продолжим работу. Теперь сделаем цветы. Цветы у нас состоят из трех лепестков. Похожи на фиалки. Для изготовления такого цветочка нам необходимо наполнить шарик воздухом. Спустить в воздух. Шарик можно наполнить на 50%. На половину. И завяжем хвостик. Так. Разомнем шарик. И делаем такой маленький цветочек. Скрутим шарик. Завяжем хвостик. Лучше завязать. Так будет надежнее. Делаем второй лепесток. Вот. И третий. Готово. Теперь спустим в воздух. Излишек срежем. И завяжем узелок. Убежал. Вот цветочек у нас готов. Вот. Сделаем еще один. Для этого на остатки шарика завяжем узел. Вот так. Наполним шарик воздухом. То есть из одного шарика у нас получится два цветка. Здесь тоже оставим длинный хвостик. Немножко спустим воздух. Завяжем шарик. Если тяжело сразу скручивать петлю, можно сделать один bubble twist, а потом скрутить. Вот так. Двумя пальцами сжать. И скрутить. Здесь хвостик тоже лучше завязать сразу. Готово. Делаем следующий лепесток. Определим размер. Скрутим шарик раз. Делаем один bubble twist. И еще раз. Так будет проще. Вот так. И третий лепесточек. Вот как раз он у нас и получится. Хвостик обобьем вокруг шариков. Спрячем. И цветок готов. Вот. Таким же образом сделаем розовые цветочки и цветочки цвета фуксии. Теперь сделаем маленькие серединки из длинных желтых шариков. Они будут красиво сочетаться с нашими цветами. Серединки будем делать из длинных шариков. Наполним шарик воздухом. Только совсем чуть-чуть. Вот так. Завяжем хвостик с одной стороны. Есть. Придерживаем пальцами левой руки. Срежем излишек. Завяжем хвостик с другой стороны. Вот так. А теперь хвостики аккуратно свяжем между собой. И серединка готова. Вот так. Вот. Красиво получается. Теперь сделаем стебель. Стебель будем делать из зеленого шарика. Вот у нас остался кусочек. Завяжем хвостик. Наполним шарик воздухом. Завяжем хвостик. К хвостику привяжем серединку цветка. Вот так. И поставим серединку на место. Вот таким образом мы будем привязывать цветы за стебель к горшочку. Цветы готовы. Со стебельками. Еще одним элементом нашей композиции является листик. Его мы сделаем из длинного зеленого шарика ШТМ. Наполним шарик воздухом. И оставим длинный хвостик. Хвостик примерно на 6-8 пальцев. Немножко спустим воздух. И завяжем шарик. Сделаем листик. Скрутим шарик раз. Сделаем бабл твист. И скрутим еще раз. Получится пинч твист. Хвостик завяжем. Вот так. Вот у нас получилась верхушка цветка. Теперь делаем еще два элемента. Вокруг пинч твист. Скрутим шарик раз. И еще раз. И повторим операцию. Скрутим шарик раз. Оттянем шарик. И перекрутим еще раз. Готово. Расправим шарики. Теперь сделаем один элемент. Бабл твист. Скрутим шарик раз. И снова сделаем два листика. Раз, два. Скрутим шарик раз. И еще раз. Один пинч твист сделаем, только большего размера. И еще один. Скрутим шарик раз. И еще раз. Вот. Второй я раз готов. Далее сделаем элемент. Бабл твист. Два элемента. Луп твист. И закончим снова элементом. Бабл твист. Итак. Маленький бабл твист. Теперь один луп твист. Луп в переводе с английского петля. Раз. Теперь второй раз. Вот так. Готово. Расправим шарики. Вот у нас получится замечательный листик. И закончим элементом. Бабл твист. Спустим воздух. Срежем излишек. И завяжем хвостик. Шарики расправим. Таких листиков у нас будет три. Вот так. Можно изогнуть его. Будет красиво. Вот у нас раз листик. Два листик. И третий листик. Начнем собирать нашу композицию. Это наш горшок. Чуть-чуть срежем кончик. Он нам не нужен такой длинный. И привяжем листья. Один. Вот так. Второй и третий. Готово. Теперь будем привязывать цветы. Сначала определим высоту самого длинного цветка. Вот так. Скрутим шарик. Спустим воздух. Завяжем узел. И привяжем кончик к хвостику. Вот так. Таким же образом привязываем и остальные цветы. Определяем длину. Спускаем воздух. И привязываем к шарику. Композиция практически готова. Цветы мы прикрепили. Теперь сделаем ободок на горшок. Наполним воздухом голубой шарик. Оставим длинный хвостик. Завяжем узелок. Разомнем шарик, чтобы он был мягким. Теперь запустим ободок под листья. Определим его размер. Можно еще чуть-чуть поуже. Вот так. Теперь скрутим шарик. И завяжем хвостик. Сейчас мы вам покажем, чтобы видно было. Завяжем хвостик. Вот так. Теперь, чтобы не видно было узла, сделаем элемент пинч-твист. Скрутим шарик раз. И еще раз. Так. Теперь спустим воздух. Срежем излишек. И завяжем хвостик. Можно этот хвостик связать с первым хвостиком, чтобы не развязался. Итак. Расправим шарики. Наша композиция готова. Осталось добавить горшку устойчивости. Для этого мы возьмем грузик. Можно взять какую-то гаечку. Ну, что-то тяжелое. Спрячем в шарик. Вот так. Вот. И поместим в горшочек. Спрячем его там. Все. И теперь горшочек у нас замечательно стоит. Ну, вот и все, дорогие друзья. Легко и просто. Сделай сам. Пишите нам. С удовольствием ответим на все ваши вопросы. С уважением. Ромашка Клоун. Добро пожаловать на наш сайт. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok